Друзья, всем привет! В этом видео я хочу опытным путем расставить все точки на D относительно устойчивости одного и другого типов стекол. Что из этого получится я и сам не знаю, поэтому давайте поскорее перейдем к делу. В качестве подопытных у меня две модели часов, на одной из которых стоит минеральное стекло, а на другой сапфировое. И кстати на нее я когда-то давно делал обзор, заслуживающий внимания единицы. В целом я себе прокрутил три возможных сценария, в которые часы попадают часто и могут служить лакмусовой бумажкой устойчивости. Первый вариант это трение о какие-либо металлические предметы. Это могут быть перила лестничных площадок, могут быть ключи в кармане, металлический стол, да в общем любое касание или трение о металл. Для этого возьмем самую обыкновенную отвертку, она из стали само собой изготовлена. И ну что ж, начнем с минерального стекла, конечно же. Что-то такое жесткое. Давайте еще по стали пройдемся, чтобы понять насколько устойчиво и стекло и сталь к отверточке. Так. Кстати эти модели новые были абсолютно, то есть это еще и зеркальные полировки. Ну как видим, да, безель покоцался, а что касается стекла, ну друзья, вы знаете, минералочка неплохо себя повела. Давайте на всякий случай протрем. Вот на свету, ну да, неплохо. Честно говоря, я даже немного удивлен, потому что думал, что минералка покоцается. Но при этом, да, сталь, уже видим, безель весь в царапках, что неудивительно, она еще и полирована. Так, ну отлично, минералка повела себя хорошо. Давайте сапфир поцарапаем. Так, ну насчет сапфира я не сомневаюсь, что он на это даже не отреагирует никак. Ну ладно, все, хватит, я думаю. Ну да, браслет уже покрывается мелкими царапинами. А насчет стекла? Ну, само собой, да, сапфир, он в полном порядке, никаких проблем. Так что перила и все остальное устали. Сапфиру, да и минеральному стеклу, как оказывается, относительно ничего не будет. Первый тест пройден. Второй сценарий, это трение о песок. Это может быть как отпуск на берегу моря. Да и кроме этого, мы с песком по жизни довольно часто таки контактируем. А как известно, песок это производная кремния, очень прочного природного материала. Специально для этого ходил на морское побережье, друзья. Набрал горстку песка, еще слегка окропил. Ну, в общем, максимально приблизил условия к возможным в жизни. И, не знаю, давайте, наверное, как-нибудь похардкорнее так потрем. Проверим на устойчивость стекло, браслет. Так, ну, может быть, этого будет достаточно. Слигонца протрем. Так. Что мы имеем по факту? Опять же, минералочка радует. Практически... Ну, не, ничего нет, ничего не вижу. Вообще круто. Браслет. Ну, браслет, вот да. Браслет покрывается мелкими царапинами, видите? Да, о, тут вообще, по-моему... Да, насчет браслета, конечно, вообще вопросов не возникает. Любое более-менее серьезное трение. Бедель, он уже вообще в кошмаре от песка. А вот стекло. Друзья, я и еще раз приятно удивлен насчет этого. У меня, в принципе, много часов есть с минеральными стеклами. Они, конечно, имеют царапины. И понятно, что в период длительной носки, возможно, всякое. Но вот такой беглый тест показывает, что минералочка достаточно устойчива. Так, ну, давайте потрем сапфир. В принципе, это вообще бессмысленно, мне кажется, но... Тем не менее. Потрем. И, кстати, в этой модели, в отличие от предыдущей, браслет слегка сатинирован. Поэтому он плюс-минус не так быстро затрется, как полированный. Но, тем не менее. Сейчас мы это поточнее узнаем. Достаточно. По стеклу ожидаемо. Сапфир вообще все фиолетово. По браслету. Ну, вот, как, кстати говоря, сатинирование в данном случае выручает. Смотрите, практически. Вот безель полированный, он в царапинах. А вот сатинированный браслет, нет. Ну, или, во всяком случае, не так. Есть там что-то такое, но не криминально. Но, опять же, друзья, стекла выдержали это испытание. По металлу закономерно и ожидаемо появились царапины. Поэтому второй тест пройден. И третий, самый жесткий, при этом самый вероятный сценарий, это трение о штукатурку. Дверные косяки, углы, да вообще бетон нас окружает по жизни. Поэтому я взял кусок вот такого вот гранитно-бетонного, гранитно-бетонной штукатурки. Это, наверное, самое хардкорное, как мне кажется. И давайте потрем об этот кусок. Так, начнем, как обычно, с минералки. Ну что, пора поставить все точки над И. И понять, как и что себя ведет. Я думаю, достаточно, да? Ну вот, теперь все понятно. Кто кому как вредит. По-моему, здесь все очевидно, друзья. Минералка просто-напросто не выдержала этого. Да, браслет и все остальное. Ну, в общем, очевидно, даже, по-моему, выводов не надо делать. Так, ну, мы тестируем все-таки в первую очередь сапфир, поэтому давайте проедемся по сапфиру. Точно так же. Ох, я чувствую прям это жесткое трение. Браслет тоже слегонца проедем. Хватит. Что мы имеем в сухом остатке? Давайте поподробнее рассмотрим. Итак, бизель, браслет. Тоже в кошмаре, но это ожидаемо. А что мы имеем по сапфиру? Друзья, как вам? Как мне кажется, все просто... Да, все отлично. Ну что ж, по-моему, выводы напрашиваются сами за себя. При действительно жестком обращении с минеральным стеклом оно превращается вот в такое вот явление. То есть гранит его просто уничтожает, бетонная штукатурка. А вот сапфир решает, решает. Да, наконец-то теперь все предельно ясно, мне кажется. Продолжение следует... Продолжение следует...